И эта разница приводит к одному интересному моменту. Вот здесь у вас, на той территории, на которой вы живете, есть определенное смешение наций. Есть, допустим, русские живут, есть живут казахи. Даже казахи тоже имеют очень сильное различие в своих национальных особенностях. Некоторые очень утонченные, такие мягкие, по природе просто их надо. Но они при этом очень чувствительные люди, крупкие. Деликатные, но крупкие. А есть другая сторона, наоборот, очень твердый характер, сильный, такой групповатый. Понимаете, это тоже вроде казахи, но они абсолютно разные. Две смешения двух разных культур. Есть еще третья культура, это русские. А кого полюбишь, вообще неизвестно. Потому что у русских все по-другому, чем никак у казахов. Допустим, у казахов женщины, они по природе склонны, как бы, ну, почитать мужчин. И они как вот так готовы унижаться перед мужчинами, по природе просто. У них такая склонность. А русские женщины, они за что, как бы, перед мужчиной унижаться, да лучше я покину их просто. И они с мужчинами сражаются. Представьте, допустим, казах взял русскую. Он думает, как бы, априори, женщина, значит, должна, там, вот так, прыгать на заднюю папку. И она перед ним не прыгает, и он ее ломает, начинает. А женщину сломать невозможно. У них псих как раз сильнее, чем мужчина. Внутри имеется. И она, он видит, что с ней ничего сделать не может, там, вбесится, с ума сходит. Или казахшка за русского выходит, допустим, замуж. Но она, как бы, априори, как бы, если мужчина, значит, он, там, твердый, сильный, стопал сделал, там, все. А он, какой-то, ни рыба, ни мясо, допустим, да. И она такая, бог, ты больше уже из нее замуж. Или, допустим, вышла замуж не за этот слой, вот, чувствительный нежный мягкий, а за другой, ну, из другой вот этой вот линии, национальной. И только, вау, что тут происходит вообще, куда я попала? Видите, в этом мире. А если, представляете, если ты жил в России, в Америку приехал замуж, девушка выходила, там вообще другой металлитет у людей вообще абсолютно. Они, допустим, он с девушкой в обнимку идет, она в шоке, короче. У меня одна родственница приехала, как, короче, замуж в европейскую страну вышла. И там он с СМС-ки там переписывается с мужчиной, с женщиной. У них это в порядке вещей вообще. Там комплименты какие-то. Ну, они говорят, что, ну, какие-то отношения, нет, просто такая культура, такие отношения. И она в шоке, говорит, все, удаляй отсюда, все, все, нет. И он такой, глаза подавляет, ты что, курю, террористка какая-то. Понимаете, это тоже накладывает отпечаток на отношения. Разные культуры. Опять, что здесь делают в этих разных культурах? Опять, прощение, принятие, любовь. Означает, что ты принимаешь все. И принятие означает, принятие означает что? Означает знание. Вот как ты сможешь принять? Надо изучать все, надо смотреть. Надо пытаться искать вот это вот все, соответствия какие-то, понимаете, во всем. Ну, допустим, человек, допустим, более грубоват, но зато у него есть свои преимущества. Надо их тоже отменить. Потому что мягкие, нежные люди, такие деликатные, часто очень хитрые и непредсказуемые. Они что-то сделают, я не понял, какой юмор, откуда это все происходит. А если люди по инкульпанту, они более прямые. То есть, вот их от них можно, что он сказал, то и ждать. Как-то попроще жить. Как говорят, постопнила тонко. А у вас такие леди мягкие, но они такие, как бы. Ты меня замуж возьмешь, как я в этом, в Алма-Ате? Конечно возьму, конечно. Деликатный такой. Прошел год, как ты меня замуж возьмешь? Конечно. Возьму. Два года прошло. Ты меня замуж возьмешь? Самой собой. И она говорит, ну когда? Он взял и шел. Потом оказалось, не планировал. Деликатный, восточный человек. Но он как-то, почему он так отвечает, конечно, чтобы ее не расстраивать. Восточный характер, деликатный очень. Я, допустим, в Индии очень сильно удивился. Я в Индии, когда приехал первый раз, спрашиваю, как дойти вот до этого храма. Человек такой смотрит на меня, такой, так. Я говорю, ну как дойти до этого храма? Вот такой на меня смотрит. Вот туда. Я иду, это в противоположную сторону. Оказывается, не надо настаивать на вопросе. Человек настолько деликатный, он просто показывает куда-то, чтобы тебя не разочаровать. Насколько тонко, я вот делаю, что он, оказывается, спросил, не отвечает, чтобы идти дальше. Потому что он не знает. Допустим, в России спросил, он говорит, да пошел. А тут человек, как бы, он не хочет помочь, и потом он уже такой, спрашивает, Господа, ну куда, ну куда? Пошли его туда. И такой, ну вот туда. Ну не объясняет, что Господь ему сердце показал. Он не знает направления. Но даже если у вас разные веры, у вас разные взгляды, все это решается с помощью знаний, понимания общей любви.